На первый взгляд может показаться, что это обычная теплица. Визуально это действительно так. На самом деле в этом случае все не так просто. На самом же деле теплица это необычно. На улице находится только крыша. Все грядки под землей. Здесь уже высажены помидоры, редис и зелень. В ближайший месяц появится первый урожай. Построить первую в Кустанайской области термос теплицу решил житель Кустанайского района Жолболсын Абишев. Он один из первых участников проекта «Бастао Бизнес». Прошел обучение, разработал бизнес-план и получил льготный кредит от государства. Строительство теплицы завершилось в конце зимы. После запуска отопления на грядках появились первые саженцы. В таких условиях можно запросто выращивать цитрусовые, говорит Жолболсын Абишев. Но это пока только в планах. Пока предприниматель все-таки делает ставку на менее экзотичные растения – огурцы, помидоры и зелень. Я только ночью отопление топлю, а уже с 10 утра, так если солнечно, то достигает до 34 градусов жары здесь. Можно сказать, здесь тропика. На улице еще, можно сказать, когда вот минус 5-10 даже было, здесь было 30 градусов. Без отопления. Уже отопление отключено, потому что уже невозможно его. То есть фрукты все-таки можно выращивать? Фрукты, да, думаю. У меня еще высота, видите, позволяет 5 метров. Можно даже деревья здесь высаживать. В перспективе Жолболсын Абишев планирует построить еще одну теплицу, также воспользовавшись господдержкой. Тогда выращивать будут не только овощи, но и фрукты, и цветы. Кстати, стоит отметить, что получить льготный кредит с этого года могут гораздо больше казахстанцев. В проекте Бастао Бизнес произошли изменения. Пройти обучение, разработать свой проект и претендовать на деньги из госказны могут теперь жители не только сел, но и городов. Помимо этого, сумма кредитования по республике увеличилась на 20 миллиардов тенге. На развитие малого и среднего бизнеса потратят 60 миллиардов тенге. Пересматриваются блоки обучения по, допустим, налогообложению. Это связано с вступлением в силу нового налогового кодекса. Какие-то другие вещи, которые на основании предыдущего опыта мы считаем, что более эффективно было бы прибытовать в другом ключе. Если в прошлом году обучение по проекту Бастао Бизнес смогли пройти начинающие предприниматели только в шести районах Кустанайской области, то в этом году курсы проведут во всех районах и городах. Дмитрий Гуренко, Диара Хмечина, Ярослава Богатырева, РТН.